как решиться на какие-либо вложения спрашивают меня девчата когда вы девчата начинаете какой-то бизнес когда вы только начинаете смотрите если у вас натура предпринимателя если у вас натура предпринимателя вот такого человека который хочет идти на риск у вас не возник бы такой вопрос как решиться на какие-то вложения потому что предприниматель человек по сути предприниматель он сначала драку влазит а потом разбирается то есть у него суть такая энергия дается больше чем нужно для даже для того чтобы изначально продумывать какие-то шаги вот но я вам рассказывала гордацию что бизнеса могут заниматься люди не только с типом предприниматель поэтому когда вы задаете такой вопрос понятно что вас какой-то другой тип личности и в данном случае вы не склонны к большим риском поэтому я вам рекомендую обы изучить этот бизнес изучить я вам уже говорила как вот тот бизнес который вы хотите открыть свой понятно вот допустим вы хотите открыть швейную мастерскую допустим или какой-то магазинчик цветочный да потому что я смотрю что у большинства девушек пришедших на этот курс примерно такой запрос есть конечно более масштабный но примерно вам нужно идти и на месяц на два на три устроиться в этот бизнес если у вас идея такая что я открою такой цветочный магазин вот в стиле хэнд мэй да там еще что-то буду подделки какие-то продавать и такого не будет нигде замечательно но принципы работы всех магазинчиков примерно одинаковые вам нужно выбрать помещение взять аренду вам нужно понять по какому принципу выбираются это помещение вам нужно узнать как этот бизнес администрируется вам нужно знать как сдаются отчеты вам нужно узнать график работы сотрудников и примерные методы управления этими сотрудниками вам нужно знать где делаются закупки этого товара насколько он реализовывается что товаром который портится и так далее и тому подобное то есть есть очень много нюансов бизнеса самостоятельно начинать это с бухты барахты не знаю это рискованно намного больше поэтому имеет смысл или вы берете сумму допустим 5-10 тысяч долларов вкладываете в открытие такого магазина я думаю что даже больше этот будет сумма либо вы и рискуете эта сумма если вы не имеете навыков управления бизнесом либо вы на два-три месяца берете тайм-аут отпуск на той работе где вы работаете или у мужа берете разрешение официально что я буду меньше заниматься тобой любимой а буду заниматься больше бизнесом и устраиваетесь на работу в такой магазинчик если у вас есть склонность к ведению бизнеса значит у вас есть определенная харизма и вас не могут не взять если вы обойдете 5 таких магазинов да обойдете 5 магазинов говорите владельцам договаривайтесь о встрече я хочу к вам устроиться я всю жизнь мечтала работать в таком магазинчике хочу возьмите меня да помните как это елена воробей ну возьмите меня возьмите девочки вот вам нужно устроиться на работу и изучить эту кухню изнутри и я всегда рекомендую это делать потому что вы минимизируете количество ошибок которые вы будете делать самостоятельно причем сэкономите колоссальное количество денег снимите звезду отсюда у себя с лба или откуда-то что у вас уникальный бизнес идите изучите вообще пойдите в какой-то бизнес в любой если вы никогда не занимались изучите как выстраивается бизнес попробуйте подняться в топы в любом предпринимательстве чтобы почувствовать свою силу управления предприятием любым даже маленьким вот вы рассчитываете на бизнес которым будет 10 15 20 человек допустим коллектива идите устроитесь это вторая стадия первое это предприниматель это человек которого больше всего энергии для того чтобы управлять этим бизнесом следующие тут топы так вот вам нужно устроиться на работу и подняться до уровня топа если вы это сделаете значит вы можете гипотетически открывать бизнес это зная что из 100 человек топов которые управляли много лет предприятиями есть такая статистика если они переходят открывают потом собственные бизнесы 95 процентов возвращаются обычно в топ и 5 процентов только остаются со своими бизнесами потому что это определенная схема мышления до определенный образ мышления у предпринимателей вот поэтому нужно понимать что если вы поднялись до топа каком-то предпринимательство и вам там тесно то тогда можно пробовать открывать свое если вы же не поднялись то я вам не рекомендовала бы открывать свой бизнес пока вы не отточите навыки коммуникации пока вы не будете хорошо разбираться финансах пока вы не будете хорошо понимать психологию людей и как с ними общаться как вдохновлять мотивировать и так далее то есть сначала приобретите вот эти навыки которые необходимы для вот такого высокого уровня ответственности как ведение собственного бизнеса если у вас конечно не ошельных денег которые вы хотели бы потратить на такую игрушку как предпринимательство изучите да изучите сначала эту тему а потом уже у вас созреет идеи где взять деньги потому что если вы знаете изнутри какой-то бизнес вы будете понимая какие там нужны вложения и вы уже будете материальным человеком то есть человеком заземленным вот будете понимать что такое банки как брать банках кредит вы будете чувствовать какой рынок дохода вы можете получать как топ да это значит что вы можете перейти открывать и предприятие применами такого рынка ход если вы готовы к открытию бизнес у вас такого вопроса не возникнет, как решиться на какие-либо вложения.